Просвещение для старост академических групп. Фейки, манипуляции, это сегодня, к сожалению, прочно в нашей жизни. Итоги научной конференции имени Лобачевского. Те задания, которые вы решили, это ваш вклад в ваше дальнейшее профессиональное развитие. Всем привет! В эфире Универньюса, в студии Карина Саяхова. Для абитуриентов Казанского университета в УЗИ пройдут дни открытых дверей. Институты проведут ознакомительные мероприятия для абитуриентов как в очном формате, с посещением учебных корпусов, лабораторий аудиторий, так и в режиме онлайн. Ознакомиться с институтами может любой желающий до 3 апреля. В ответ на санкции на прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о переводе расчетов за газ на российские рубли. Об этом подробнее в следующем сюжете. Российская страна не будет поставлять газ недружественным странам бесплатно, при отказе оплачивать его закупки в рублях. Заявил журналистом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По СЛАМ эксперт газа включает все поставки, оплату, предведение балансов. А это процесс растянутый во времени. Как раз прорабатывается. Прорабатывается между ведомствами, с Газпромом. И потом уже будут четкие временные рамки определиться. То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации заниматься всей европейской благотворительностью вряд ли возможно. И вряд ли целесообразно. Поскольку Запад усиливает санкции и усиливает давление на Россию, соответственно, и Россия должна предпринимать какие-то ответные действия. Поэтому аргумент о том, что ранее подписанные договоры Россия обязана соблюдать в любом случае, они в связи с действиями Запада теряют тоже смысл. Дело в том, что на данный период санкции введены уже максимально. Об этом, в частности, говорил президент Байден, который сказал, что Соединенные Штаты усилили максимально давление на Россию с точки зрения экономики. Поэтому говорить о том, что могут появиться какие-то совершенно неожиданные санкции, которых ранее Россия не видела, достаточно сложно. 23 марта президент Российской Федерации поручил принимать оплату российского газа в рублях от стран и списка недружественных. В него ушло 48 государств. Но совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в Европейский Союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Это целесообразно. И до сих пор это решение не принималось исключительно в силу того, что при заключении контрактов наши партнеры, наши контрагенты были против использования рубля в качестве средства расчетов. Конечно, им удобнее рассчитываться той валютой, которую они сами производят, сами печатают и расплачиваться ею со своими поставщиками. Власти нескольких европейских стран высказались против этой инициативы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переход в расчетах за российский газ на рубли попыткой обхода санкций. Министр финансов Германии Кристин Линдер рекомендовала немецким энергетическим компаниям придерживаться условий контрактов, то есть платить в долларах или евро. Симонов Тимур, Универньюз. 30 марта в Казанском университете научный руководитель Совета по поддержке программы развития «Приоритет-2030», заместитель председателя комиссии Минобранауки Российской Федерации по отбору в программу развития «Приоритет-2030» Андрей Волков обсудит планы Казанского федерального университета по реализации проекта «Приоритет-2030». В малом зале КСК КФУ «Уникс» состоялось собрание старост академических групп. Все подробности смотрите в сюжете. КСК КФУ «Уникс» на площадке мультимедийной студии Российского общества знания состоялись лекции для студентов, направленные на геополитическое просвещение, а также формирование представления о современных вызовах и угрозах в области информационной безопасности. Напомним, общество знания совместно с КФУ открыло в университете Казанскую студию для создания просветительских материалов в декабре прошлого года. Сегодня мы с вами находимся в очень сложной информационной обстановке. И те события, которые у нас появились на повестке дня в феврале месяце, вообще говоря, они были предусловлены теми событиями, тем развитием исторического контекста, который происходил за многие-многие последние годы. По теме информационной безопасности государственной политики Российской Федерации выступил Роман Баканов. В своем выступлении он подробнее рассказал о фейках, критическом мышлении и о том, как им противостоять. Фейки, манипуляции – это сегодня, к сожалению, прочно в нашей жизни. И нужно критическое мышление. Человек должен учиться самостоятельно распознавать вредную, вот так прямо скажу, информацию. Тему геополитики современной эпохи затронул Виктор Сидоров. В своем выступлении он акцентировал внимание на истории международных отношениях России с другими странами. Он объяснил студентам, в чем же заключается конфликт на международной арене и как молодежи ориентироваться в данной ситуации. Студенты, скажем так, не специальности, не направленной подготовки международных отношений, истории, они, конечно, не знают таких понятий, как система международных отношений, кризис, система международных отношений. Без этого невозможно понять те конфликтные процессы, которые сейчас происходят в мировой политике. И чтобы студенты лучше ориентировались в этом, надо им дать какие-то маяки, понимание, хотя бы минимальное. В завершении мероприятия все желающие смогли задать спикерам интересующие вопросы. Елизавета Никитина, Луиза Закирова, Фариза Хитаглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете завершилась седьмая ежегодная конференция имени Лобачевского. Подробности в нашем следующем сюжете. С 25 по 28 марта в стенах Казанского федерального университета традиционно была проведена научная конференция имени Лобачевского для обучающихся 4-11 классов. Демонстрировать и защищать свои проекты приехали ребята из 43 регионов России и зарубежья. Общее число участников превысило 1600 человек. Всероссийская научная конференция школьников имени Николая Ивановича Лобачевского работает уже больше 20 лет. Таким сроком может похвастаться не каждая серьезная научная конференция. Конференция проходила в два этапа – отборочный и заключительный. На первом этапе рассматривались все работы заочно, а второй предполагал выступление участников с докладом перед экспертным советом секции. Основной задачей конференции было приобщение участников к культуре и науке с помощью проектной деятельности. Участники рассказывали о своих мыслях, защищали проекты и обзаводились новыми знакомствами. Хочется сказать, что нам есть чем сравнивать. Мы выступали на конференциях в Санкт-Петербурге, в Новосибирске. Однако именно такого масштаба и такой хорошей организации еще не приходилось видеть. Для многих школьников конференция оказалась хорошим поводом посетить университет. Участие в мероприятии позволяло получить дополнительные баллы, что дает большое преимущество для тех, кто планирует стать студентом Казанского федерального университета. Участники с лучшими работами были награждены дипломами первой, второй, третьей степени и памятными подарками. Все задания, которые вы решили, это ваш вклад в ваше дальнейшее профессиональное развитие. И надеюсь, что подобного конкурса в вашей жизни будет больше. Мы уверены, как в Республике Татарстан, безусловно, будем рады видеть вас в числе студентов Казанского федерального университета. Напомним, что Всероссийская конференция имени Лобачевского проводится с 1980 года и продолжает активно привлекать учащихся со всего мира по сей день. В этом году прошла уже седьмая серия показов научно-популярных проектов. Ринат Ахмедянов, Универньюз. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялась презентация колледжа, которая откроется уже этой осенью. Подробности про открытие в сюжете. Выпускникам девятых классов из Елабуки и соседних районов представилась возможность познакомиться с местом, которое вскоре может стать местом их обучения. Во время обучения студенты колледжа смогут пользоваться всеми объектами инфраструктуры вуза, а также участвовать в научных и творческих кружках. Получить жилье в общежитии смогут все иногородние студенты. Презентацию нового проекта провела директор Елабужского института Елена Мерзон. Колледж Елабужского института КФУ предлагает абитуриентам обучение по таким направлениям, как педагогика, экономика, информатика, логистика и право. Планирую поступать на логистику, но рассматриваю еще и другие варианты. Сегодняшний день мне понравился, запомнился, ведь довольно интересно посмотреть, как преподают. По окончании обучения выпускники колледжа будут иметь возможность поступить в КФУ без сдачи ЕГЭ, а также обучаться по сокращенной программе бакалавриата. Прием документов в колледж начинается 20 июня. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!